Наступит момент, когда совсем будет нечем дышать. О прекращении поставки медицинского кислорода в больницы Одесской области Киевским заводом заявила на своей фейсбук-странице основатель благотворительного фонда «Корпорация Монстров». Причина – нехватка машин из-за большого спроса на кислород по всей Украине. Кислородные концентраторы, купленные ранее, обеспечивают жизнедеятельность пациентов. Однако для тяжелых случаев заболевания необходимы кислородные баллоны. Есть больницы, с которыми они заключили договор на срок, и слава богу, они свои обязательства выполнят. Вот там, например, в инфекционке они заключили на срок, и до декабря месяца инфекционка будет обеспечена. А есть больницы, которые покупали кислород на сумму. И вот они эту сумму выбрали, и с ними уже дальше контракт не смогут продлевать, потому что у этого поставщика, у него не хватает мощностей, они даже свою область уже не в состоянии обеспечить тем, что необходимо. Около 70% коек уже забиты пациентами с диагнозом коронавирус. Места в больницах занимают не только люди с подтвержденным тестом, но и те, кто находится под подозрением. Председатель Одесской областной госадминистрации сообщил о том, что проблема уже решена. Кроме того, новые кислородные станции уже строят в Черноморске, Любашовке и в Одессе на базе больницы Водников. Но не все так однозначно. По словам Екатерины Нажевниковой, договор о поставке кислорода из Днепра все еще не подписан. Сейчас в больнице Водников находится 99 пациентов, а при подключении всех 60 концентраторов, имеющихся в медучреждении, не выдерживает электропроводка, которая не ремонтировалась годами. У нас здесь осталось запасы кислорода где-то недели на три. И все. И да, здесь есть концентраторы, но концентраторы тоже не решают эту проблему. Мы параллельно общались с Днепром, и утром, когда я узнала о том, что вот есть проблемы с Киевом, я говорю, тут есть Днепр, давайте я вас состыкую, может быть получится с ними заключить договор. Был комментарий, что договор подписан, это вранье, и я не очень понимаю, зачем это делать, потому что комментировать можно все что угодно, но завтра кислорода все равно не будет, потому что контракта не будет. По словам экспертов, технический и медицинский кислород практически ничем не отличаются. Вопрос только в лицензии. Решить задачу с его поставками можно, сотрудничая с Одесским припортовым заводом, для которого такой ценный сегодня кислород является отходом деятельности. А пока за тем, как область пытается принять меры, спустя месяцы потраченного в пустую времени, остается только наблюдать.